Девушки отдыхают Будет 48 лет моей семейной жизни 48 лет Если Бог продлит мою жизнь То в конце этого года, в декабре Мне будет уже 70 лет Знаете, каждый раз, когда мы говорим на семейную тему Я оглядываюсь назад И я очень благодарен Богу Я сразу хочу сказать, что я очень счастливый человек Мы с женой очень любим друг друга И об этом знают все наши дети и внуки Был такой момент, как-то мы праздновали Очередной юбилей нашей годовщины семейной жизни Мою жену звать Ольга Да, Бог подарил нам в семейной жизни 9 детей У нас 18 внуков У нас одна доченька еще с нами живет У нас между детьми большой разрыв Получился так Старшему сыну и младшей дочери Между ними 25 лет разницы И это был для нас неожиданный подарок Когда Бог нам захотел еще дать ребенка И нашим сыновьям было 24, 22, 21 Дочери одной 19, другой 18 И сынок один еще был, ему было 12 И двое детей Господь взял к себе Они у нас в маленьком возрасте умерли Но мы всегда их называем Потому что Бог не есть Бог мертвых А Бог живых Это наши детки тоже У меня есть некоторые переживания сейчас Вот, когда я вот сюда прилетел Тут я уже узнал, что моя жена заболела И попала в больницу Я с ней так разговариваю И сегодня разговаривал Она сейчас в больнице находится Есть ряд болезней Но то, что ее сейчас особо беспокоит Камни в желчи И завтра, вероятно, я буду делать операцию Она меня благословляет Хотя, я говорю, мне очень неудобно Что я так далеко Я хотел бы быть рядышком, да Если кто вспомнит Хотел бы, чтобы тоже за нее помолились Как-то я, да, не сказал до конца мысль Наши внуки, дети собрались на одну Такую встречу семейную Ну, и они все говорят пожелания обычно Ну, и наш внук, он был маленький один Говорит Я говорю, что ты хочешь нам пожелать? Он говорит Я хочу вам пожелать Потом, говорит, чтобы вы и дальше Любили друг друга Я говорю, ну, хорошо А что ты решил, что мы любим друг друга? Откуда ты это взял? Он так посмотрел на меня Говорит, ну, вы же, говорит, не кричите друг на друга Я так подумал, для ребенка это какое-то свидетельство А если бы я кричал Или повышал голос Что бы он должен был думать, да? Знаете, это очень приятно было И я хотел бы, чтобы мы в самом начале Прочитали коротко И мы от этого оттолкнемся Говоря о христианской семье Мы прочитаем историю двух семей Двух семей Первая семья История эта описана Первая книга царств Первая книга царств, третья глава Я отсюда выборочно прочитаю Сначала отрок Самуил служил Господу При Илии Слово Господне было редко в те дни Видения были нечасты И было в то время, когда Илии лежал на своем месте Глаза же его начали смежаться И он не мог видеть Светильник Божий еще не погас И Самуил лежал в храме Господнем Где ковчег Божий И дальше Когда уже Бог открылся Самуилу И говорил Самуилам И мы читаем с 10 стиха Пришел Господь и стал и возвал Как в тот и другой раз Самуил, Самуил И сказал Самуил Говори Господь Ибо слышит раб твой И сказал Господь Самуилу Вот Я сделаю дело в Израиле О котором кто услышит У того зазвенит в обоих ушах В тот день я исполню над Илией Все то, что я говорил о доме его Я начну и окончу Я объявил ему, что я накажу дом его навеки За ту вину, что он знал Что сыновья его не чествуют И не обуздывал их И посему клянусь дому Илии Что вина дома Илии Не изгладится ни жертвами Ни приношениями хлебными Второй текст Очень такой приятный, скажем Мы читаем о другой семье Книга «Бытие» Шестая глава Тоже выборочно С пятого стиха И увидел Господь, что велико развращение Человеков на земле И что все мысли, помышления, сердце Были зло Во всякое время И раскаялся Господь, что Создал человека на земле И воскорбел в сердце своем И сказал Господь Истреблю с лица земли человеков Которых я сотворил От человека до скота И гадов, и птиц небесных Истреблю Ибо я раскаялся, что создал их Ной же обрел благодать Пред очами Господа Вот житие Ноя Ной был человек праведный И непорочный Вроде своем Ной ходил пред Богом Ной родил трех сынов Сима, Хама и Афета И вот дальше мы читаем С семнадцатого стиха Бог говорит Ною Я наведу на землю потоп водный Чтобы истребить всякую плоть В которой есть дух жизни Под небесами Все, что есть на земле Лишится жизни Но с тобою я поставлю завет мой И войдешь в ковчег ты И сыновья твои И жена твоя И жены сынов твоих с тобою Веди также ковчег И всех животных О всякой плоти попаришь Чтобы они оставались с тобой живых И вот мы читаем последний Двадцать второй стих этой главы И сделал Ной Все, как повелел ему Бог Так он и сделал Аминь Так быстро пролетает жизнь Знаете, я помню, как Бог нам подарил первого сына Я тогда думал Ну неужели можно как-то воспитать его так Что он не пойдет за Господом Это же нереально просто Мы верующие люди с женой Да Я помню, как сейчас Когда я выходил из роддома И на руках держал своего первенца с женой Мы были совсем молодые люди Когда мы поженились Мне было двадцать один Оле было девятнадцать И знаете, когда мы вышли на крылечко Бог мне так ясно сказал Что я не справлюсь без него Я помню, мы прямо там на крылечке помолились И я сказал Господи Я не знаю, как это правильно делать У меня нет ни опыта, ни знания, ни мудрости Благослови Чтобы Нам оказать правильное влияние на наших детей Чтобы Наш сынок Если еще дашь нам детей Чтобы они Приняли тебя как спасителя Служили тебе Вы знаете, я очень благодарен Богу Что Дух Святой тогда положил так на сердце Теперь представьте себе Что придет день, когда мы придем на небо И Бог нас, скажем, образно поставит на весы Мы будем взвешены Вместе с нашей семьей Вот какая будет оценка Господа О нашей жизни Ведь Одно дело, что мы видим друг друга в Доме Божьем Правда же? Я помню, один брат, служитель, старец Как-то заканчивая собрание Говорит Братья и сестры Вот смотрю я на вас всех Вы такие все верующие, верующие Вот хотел бы я, говорит На вас дома посмотреть, говорит Как там в семье происходит Это же очень важно, правда же? Больше того Человек есть то Что он есть за закрытой дверью Мы прочитали историю Про семью священника Ильи Подумать только Знаете, если так Вникнуть в этот текст А на дрожь по телу идет Слово Божье было редко Где? В Доме Божьем Там, где оно должно было быть В основании Видения были нечасты Не было связи живой с Богом Где? У священника И неудивительно Что когда мы читаем Про сыновей священников На одну главу Немножко раньше Написано Сыновья священника Ильи были люди негодные И написано Они не знали Бога Отец священник И они не знали Бога Они своей жизнью Отвращали народ Божий От жертвоприношения Они в своем нечестии В своем беззаконии Настолько далеко пошли Что они спали С чужими женщинами Ухода в скиню написано Даже страшно себе Это представить И знаете И тогда прозвучал Приговор Божий Господь говорит Я такое дело сделал Если кто узнает Зазвенит в обоих ушах Потому что Это была черта Которую уже переступили Казалось бы Если мы читаем Внимательно Священное Писание Или же не молчал Он же что-то говорил Своим сыновьям Ну что он говорил Он говорил Нехороша молва То есть его не столько Беспокоило состояние детей А как его собственный Авторитет Вы своей жизнью Мой авторитет Как бы подрываете Молва нехороша идет Да И если бы этой молвы Не было Может быть он бы И вообще ничего Им не говорил Молва нехороша пошла И Бог говорит Ты не обуздывал Сыновей своих И я накажу Дом Ильи И как приятно Читать о второй семье Иногда люди говорят Знаете Ну как честно жить Честно не проживешь Написано Грех увеличивался Беззакония увеличивались Бог принимает решение Уничтожить человечество Но вот среди всех этих людей Был Ной Ной был человек праведный Ной ходил пред Богом И вы знаете Это заметил не только Бог Это заметила вся семья его Они видели его жизнь Его отношение к Богу И это чрезвычайно важно Там где лучше всех знают отца Это в семье Вот иногда думаешь Как у него получилось Вот как он сумел Как он сумел Вот в такой атмосфере Разврата Греха Беззакония Нас пугают новые законы Которые в разных странах Мы переживаем за наших детей Внуков И мы думаем Как их сохранить Что их еще ждет Какие искушения Ну вот Бог Разговаривает с Ноем И говорит Он уничтожит Всякую плоть В которой есть дыхание жизни С тобой я поставлю завет Ты войдешь в ковчег Представьте себе Сердце отца Представьте себе бы Вот отцы главы семей Вам бы сказали Вот ты спасешься А вопрос семьи Под вопросом Это страшно Правда же И вдруг Бог говорит И сыновья твои с тобою И жена твоя И жены сынов твои с тобою Как это получилось Когда мы читаем Одиннадцатую главу Послания к евреям Там написано Верою Ной Благоговея Приготовил ковчег Для спасения Дома своего Но и не просто Верил в Бога Но и не просто Передавал детям Слово о Боге Они видели Благоговение Отца Пред этим словом Бог сказал И в книге Бытие Вот текст Который мы прочитали Если вы обратили внимание Написано Он сделал так Как сказал Господь Ни влево Ни вправо Он сделал так Как сказал Господь Так Он И сделал Знаете Я думаю Какой счастливый отец Я представляю себе Когда Вот Бог сказал Что вся семья Его будет спасена Это был вероятно Нелегкий труд Можно себе представить Сколько насмешек Было в адрес Ноя И как дети его слышали Может быть говорили Что ваш отец Из ума выжил Но кто же на суше Строит корабль Да и столько лет Больше что Заняться нечем Чем эти сто Двадцать лет Строить непонятно Что и для кого И здесь и воды-то нету И так далее Я думаю Вероятно были вопросы Тоже у сыновей Ноя Может быть У снох его Они говорили Отец Это действительно так Это правильно Что мы делаем И он им говорил Бог сказал Бог так сказал И они видели Его благоговение Иногда я переживаю Что в христианских семьях Нельзя сказать Что есть недостаток Знания о Боге Я думаю Я думаю Опасность Есть другая Большая Нету Должного Благоговения Перед этими Знаниями Перед этим Словом Нету иногда Должного Авторитета Должного Трепета Бог сказал Мы читаем Вот на кого я Призрю На смиренного Сокрушенного Духом На трепещущего Предсловом Моим Бог сказал Я помню Я помню Как-то в семье У меня были Такие переживания Как-то слышу В нашей семье Дети Что-то спорят Так на повышенных Немножко Не так было Не так было Один Не так было Так было Так было Они были в игровой комнате Я так подошел Потихоньку К двери Думаю Что за спор Что случилось И вдруг Один из сыновей Говорит Вот так было Они говорят Кто сказал Он говорит Папа сказал И слышу Они говорят Ааа Ну тогда правда Знаете Как отцу Мне было Это приятно А теперь Представьте себе Отец Небесный Да Он дал нам Инструкцию К семейной жизни Кто сказал Бог сказал Я хотел бы Чтобы мы Вот на примере Вот этих Двух семей С самого начала Обратили внимание Что наша жизнь Мы не можем Говорить о христианской Семье Если в нашей Семейной жизни Нету Исполнения Слова Божьего Само название Христианская Семья Говорит о том Что там живет Бог Он там Присутствует Он там Действует Там Где не было Или редко Было Слово Божие Там пришло Падение великое Помните Христос Приводит Эту притчу И мы С умилением Слушаем Как наши дети Поют эти песенки Хорошие Один построил Свой дом Помните На скале Другой на песке Думаю Ах какая песня Ну а как В наших семьях Это же Серьезное Предупреждение Знать И не исполнять И не исполнять Это слово Придет Не просто падение Великое падение Будет катастрофа И мы Мы не сможем Сохранить Свою семью Мы не сможем Если у нас Не будет Жизни По писанию Это слышал Историю Про одну семью Христианская Семья По названию Ну и А мама Она занималась В воскресной школе Там Вела группу Детишек В воскресной школе И как-то она им Дала такое задание Домашнее Говорит Дети давайте Вот напишите Кем бы вы хотели стать Вот просто тема Кем ты хочешь стать И дети написали Сочинения все Она собрала Эти сочинения А в этой группе Был ее сынок Тоже В воскресной школе Ну и Она взяла Эти все Письменные работы Домой И как-то вечером Мужа дома у нее была И она стала проверять Дошла До сочинения Сына И пришла В ужас Ее сын пишет Если бы я мог Стать тем Кем бы я хотел Я бы стал Телевизором Тогда мама Когда приходила бы С работы Ну три часа Сидела бы Возле меня А потом Я бы Специально Ломался Чтобы Когда папа Приходит с работы Он чинил меня И общался Со мною Дефицит Понимаете Да Ей так больно Стало Так тяжело Стало Бог стал С ее сердцем Разговаривать Вечером Приходит муж Позже С работы Она говорит Слушай Вот тут Я дала задание Детям И вот Не хочешь Одну работу Прочитать И дает Работу Сына Не говорит Что это сын Он прочитал И говорит Ну я скажу Дословно Он говорит Я бы Расстрелял Таких родителей Она говорит Это наш сын Написал Это наш сын Написал Кем бы ты Хотел стать Братья и сестры Говоря О христианской Семье Мы должны Ясно Понимать Что в основе Единства Любви Созидания И счастья Лежит Слово Божие И молитва Можно много Много К этому Еще добавить Но Это основное На что мы Должны Обратить Внимание Я не знаю В ваших семьях Есть семейный Алтарь Или нет Но я хотел бы Чтобы каждый Сейчас проверил Своё сердце Я слышал Столько отговорок Некоторые говорят Да мы пробовали Такие скучные Это общение Да И дети Половина усыпают Пока мы там Начинаем Нудно Они говорят Им неинтересно Они не хотят Быть на этих общениях Други говорят Да некогда Столько дел Когда еще Тут достаточно Тех собраний Которые мы Бываем А еще и дома Слышал В одной семье В Германии Родители Ведут семейный Алтарь Они музыкальные Поют все Да И вот Они дома На семейном Алтаре Играют На музыкальных Инструментах Поют песни Читают Слово Божие И вдруг Молодежь Этой церкви Узнает Об этом И говорят Это что Правда что ли Что вы еще И дома Играете там На скрипках На гитарах Там и поете Они говорят Да И они стали Смеяться над ними Говорят Это что такое Это же Из прошлого века Вы знаете Это очевидно Говорит о том Что в этих семьях Так не делают Так не делают Конечно Это особая тема Если говорить о семейном Алтаре Но братья Ответственность Прежде всего Лежит на нас Вопрос не в том Священник Вы или не священник Вопрос в том Какой вы священник Хороший Или плохой В глазах Бога Но Бог С нас будет спрашивать И мы никогда Не можем ожидать Особых благословений В церкви Вот говорят Хорошая церковь Или плохая церковь Какую-то характеристику Состояние церкви Это среднее состояние Каждой семьи Которая входит В эту церковь И ответственность Лежит прежде всего На главах семейств В основе Семьи Должно быть Общение Общение с Богом Общение Через Слово Божие Общение в молитве И общение Это просто Для этого Нужно время Это же не может быть На ходу И на бегу Правда же Я Извиняюсь Сегодня мы так В обеде Разговаривали Немножко в семье У брата Антона Викторовича Я рассказал Одну историю Как один брат Со мной поделился Как-то говорит Моему сыну Было 17 лет И вдруг Он ко мне подходит И говорит Папа Я говорю Да, сынок Он говорит Мне надо с тобой поговорить Он говорит Ну давай Что такое Он говорит Последний раз в жизни Я назвал тебя Этим именем Папа Ты мне больше Не отец Я ждал тебе 17 лет Я не нужен тебе Тебе всегда было некогда Ты был занят собою Да, ты старался Что-то строил Постоянно Что-то делал Ты был занят 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 Но мне не хватало тебя Тебе некогда было Даже со мной поговорить Он говорит Я помню Только один случай В своей жизни Когда мы жили В Казахстане И была зима Много снега Ты сделал горку Я помню Ты со мной вышел Покататься на санях Мы вместе сели на сани Они покатились вниз Перевернулись И мы улетели в сугроб Кубарем И ты поднял меня Из сани Ты прижал меня к груди Ты шел наверх На эту горку Я слышал Как стучало Твое сердце Я был самый счастливый Ребенок Ты любишь меня Ты прижал меня К себе Но это было Только один раз Я ждал тебя Все эти годы Я не могу Тебя называть отцом Ты мне Больше Не отец Конечно Он неправильно Сделал этот сын Но представьте себе Сердце этого отца Знаете Он рыдал Когда он мне это рассказывал Он говорит Я себя оправдывал Некогда 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 А самое главное Я упустил Я упустил Общение Братья и сестры Это очень важный момент Очень важный момент Если говорить Об атмосфере Давайте подумаем Какая атмосфера В нашей семье Вот заметьте Может быть Мне часто приходится Быть в разных семьях В некоторых семьях Вот их общение Складывается из того Что они кричат Друг на друга Я говорю Что вы кричите Он говорит Нормально Мы так привыкли Говорит В некоторых семьях Вообще не общаются Помню Был в одной семье Тоже не молодые Муж и жена Сидим за столом Я гость Но как-то пытаюсь Какое-то общение Чтобы мы разговаривали Они молча кушают Вдруг он говорит Где соль Пауза Она говорит Глаза Открой Он открыл глаза Потом опять молча сидим Знаете Я там побыл полчаса И такая тяжелая атмосфера Это просто невыносимо Дети должны видеть Последовательно Исполнение Слова Божия В семье Родителей Это создает Благоприятную атмосферу Есть атмосфера Где есть Благодарный дух Правда же? Иногда некоторые говорят Ну Подумаешь Надо же было Голос повысить На ребенка Он непослушный бывает Знаете Уметь общаться Это великое благословение В одной семье Как-то сынок И где-то учился Дома Где-то он не был Жил в общежитии Ну и общение было Через письма Вдруг получает письмо Отец с матерью Были дома Он читает Жена со стороны наблюдает Он дальше читает И хмурится 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 Она говорит Что такое? Что он там пишет? Он говорит Он обнаглел Как обнаглел? Это же ужас Кого мы воспитали? Она переживает Что такое? Он требует денег Говорит Она говорит Да не может быть Да Вот написано Она говорит Да не может быть Наш сын Да Представь себе Не вздумай Говорит Она говорит Ну гадай письмо Она взяла Посмотрела Да ты ж неправильно прочитал Как неправильно? Ну смотри Отец Вышли денег Он же просит А Говорит Ну если просит Ну тогда ладно Давай Говорит Вы знаете Даже от то Намного зависит Вы согласны? Конечно Если на улице пожар То нужно кричать А если просто Люди повышают голос И грубо разговаривают Мы же должны понимать Что всякое раздражение И ярость И гнев И крик И злоречия Должны быть удалены Что? Это оскорбляет Дух Святой Так и написано Мы оскорбляем Дух Святой Один брат Как-то очень на повышенных тонах Разговаривал там Я ему говорю Ну что ты делаешь? Ну что ты кричишь? Он говорит Ну не доходит же Да Я говорю Слушай А вот тебе нравится Когда на тебя кричат? Я говорю Ну если честно Он говорит Не нравится Я говорю Ну ты становишься лучшим Когда на тебя кричат? Он говорит Меня это раздражает Это не влияет положительно Я говорю Ну не жаль Ты думаешь Что на твоих детей Это влияет так положительно Когда ты начинаешь Кричать на них Вы знаете Это очень серьезная тема Это тоже Определенная отдельная тема Да Но давайте вспомним все-таки Про Моисея написано Что он был кратчайший из людей Это вот такую характеристику Бог дает о нем Да Представьте себе Что этот кратчайший из людей Впал в искушение И мы читаем об этом 105-м псалме Написано Они раздражали его Увод миривый Народ израильский Они раздражали его Написано Они огорчили дух его И потом написано И он согрешил устами своими Кратчайший из людей Кратчайший из людей Это очень сильное искушение Вы знаете Когда мы иногда Беседуем в семьях С детьми И там кажется Разваливается семья Дети страдают Они травмированы И многие дети Они боятся сказать Своим отцам Ну отцы своей речью Непристойной Грубой Резкой Травмировали детей Нет общения Полный разрыв Иногда в семье идет Гражданская война На одной стороне Баррикады Мать с детьми На другой стороне Баррикады Отец Находится Да И это страшно И мы должны На все это Обратить Особое внимание В какой атмосфере Воспитываются Наши дети Видят ли они Последовательное Исполнение Писания Отношения родителей Друг с другом Все это влияет Определенным образом Атмосфера В которой Находится эта семья Очевидно ли это Помните В одном месте В Евангелии от Марка Написано И слышно стало Что он в доме Что Христос в доме Это должно быть очевидно Ну возьмем такой момент Очень простой Мужья Любите своих жен Братья Все об этом знают Не новость Сказал никому Вы знаете Это должны подтвердить Все члены семьи И в этом не сомневаться Что отец Любит мать В этом не должно Быть сомнений Ни у кого Это должно быть очевидно Это должно Проявиться Каким-то определенным образом И не вызвать Ни у кого сомнения Или написано Жены Повинуйте своим мужьям И вот это Правильное Отношение К мужу Должны видеть все Сам муж И дети Написано Жена Да боится Мужа своего В каком отношении Она боится Огорчить его Боится Огорчить его Она с радостью Повинуется ему Так учит Слово Господне Как-то братья Это было в Германии Посещали одну семью У них были Очень тяжелые проблемы Родители сами Хотели Чтобы кто-то Служителей Поговорил Говорят Ну дети Отбились от рук И вообще В доме Такое не устройство Ни почтения Ни авторитетов Для них не существует И так далее И братья там Пришли Стали беседовать Детьми По отдельности Вместе И в итоге Знаете Дети С болью Со слезами Говорили Папа Не любит Маму А не страдает Братья Говорят Ну зачем Вы так говорите Это ну не может Такого быть Да он любит Вы просто Этого не знаете И так далее А это была Фермерская семья У них было Много коров И была особая Одна корова Фермер даже дал ей имя Лола Он ее назвал Она много молока давала И дети говорят Папа любит Лолу Он ее гладит Это кормилица наша Лолочка наша Он ее моет Говорит Да Но никогда не видели Чтобы отец Уважительно относился К матери И они страдают От этого Они страдают Они не видят Вот этого Исполнения Священного Писания И это Очень серьезно Очень серьезно Братья и сестры Ваши дети Уверены Что у вас Правильные отношения Знаете Есть некоторые семьи Они пытаются Это скрыть Ну это может и разумно Но лучше Этого не иметь И как-то была Одна семья Один брат Он просто Мне исповедовался И говорит Мы договорились Что когда что-то Между нами не то Дети это не должны Заметить Мы это будем Скрывать от детей Вот однажды У нас произошел Конфликт Натяжка И Жена меня Стала воспитывать Молчанием День не разговаривает Неделю не разговаривает Две недели Не разговаривает Братья Как на вас Это положительно влияет Когда жены С вами не разговаривают Вы становитесь Добрее Нежнее Да И вам так хочется Обнять жену Да Она уже Две недели С вами не разговаривает Я хочу сказать Это очень пагубно И очень неправильно Это грех Написано Солнце Да не зайдет Во гневе вашем Мирись с соперником Доколи ты на пути Он говорит Присутствие детей Мы вели себя так Как будто ничего нет Мы даже проводили Семейный алтарь Говорит Почитаем Библию Помолимся Все так чинно Все И потом опять Мы не разговариваем с женой И вот однажды Прошло до недели На молитве Наш сынок Которому Он еще в школе не был Не знает сколько лет Шесть Вдруг как зарыдал Когда они стояли на молитве Плачет И потом сквозь слезы Молится Говорит Господи Сделай так Что папа с мамой Помирились У нас говорит Как пронзило Просто сердце Да Они страдают Они все это видят Нам кажется Что они этого не видят Да Но дети это видят Они страдают от этого Им очень больно Братья мои Сестры Я думаю Что мы понимаем Что мы с вами не ангелы Правда же А вот я хотел спросить Библия говорит нам Любите друг друга Муж долюбить жену Жена должна повиноваться Написано В почтительности Друг друга предупреждайте Будьте внимательны Друг ко другу Снисходить мы должны Друг другу Много таких текстов есть Какие должны быть Взаимоотношения в семье Угодные Богу А вот вопрос прощения Давайте на это Немножко обратим внимание Братья скажите Вы просите у своих жен Прощения Просто подумайте Я скажу вам Как служитель Мне приходится бывать В разных семьях И некоторые сестры говорят Никогда за всю жизнь Он не просил прощения Никогда Хотя Знаете Как-то в одной семье Мы разговаривали А она это В его присутствии Говорит А он говорит Ну что ты это самое Я же вчера у тебя Просил прощения Она говорит Когда А у них знаете Что-то получилось Какое-то напряжение И он видя это Ей сказал Ладно Не дуйся Не дуйся Говорит И он считает Что он покаялся Он думает Это покаяние Его было такое Да Попросил прощения Скажите Сестры Это покаяние Было или нет Нет конечно Вы знаете Если мы виноваты И если тем более Это было при детях У нас должно быть Это мужество Мы должны это признать Я хочу сказать больше Если в семье Утрачен семейный алтарь Если главы семей Не собирают Детей и жену Вокруг слова Божьей молитвы Братья Надо покаяться Вас ждет поражение Может оно началось уже И вы этого не видите Может зазвенеть В обоих ушах Потому что Ничто не держит Семью так вместе Как слово Божье И молитва Но от этого времени Должно веять святостью Мы не должны Гнать на молитву Мы не должны Говорить Ну-ка быстро Все идите там Уроки делать Я кому сказал Все бросать Все Все на молитву Все собрались Ну знаете Это не та атмосфера Правда же Это должно быть В атмосфере святости В атмосфере большой любви И все должны понимать Это святое время От этого времени Должно веять святостью Это незаконничество Что отец встал Там прочитал Там две главы Из книги Левит И говорит У кого есть вопросы Вопросов нет Знаете Я был как-то в одной семье И большая семья Они как Отвернулись все Друг от друга Легли на стулья На диваны Вот так Спинами друг к другу Да И молятся Тогда А еще получилось Что кто-то из родителей Долго молился А к концу молитвы Половина детей спала Вот они просто так Легли вот так Да Ну это же неправильно А я говорю Что ты делаешь Ну должны все молиться Я говорю Слушай Они устали И так далее Но не будь таким законником Это должно быть Живое общение Ну скажи Давайте сегодня Мальчики помолятся Другой раз Пусть девочки помолятся Или пусть Ты помолишься Приведи какие-то Живые примеры Расскажи что-то им Да Сам сделай выводы Какие-то И не надо Это время Делать Чересчур длинным И тем более Я говорю Смотри Вот когда вы молились Я говорю Ты сам лежал На стуле И вот так Знаете Вот представьте Я вам сейчас говорю Вы меня сейчас Лучше слушаете Или нет Я говорю Да они же даже Аминь не могут Сказать на твою молитву А ты ожидаешь Какого-то движения Духа Я говорю Повернитесь лицом Друг к другу Если нужно Дети маленькие Говорят Они убегают Ну возьмите их за руку Встаньте в круг Возьмите за руку Да и помолитесь Это зависит от Возраста От времени От многих факторов Но это должно быть Очень живое Сердечное Общение Вокруг Слова Божьего И молитвы Братья Сестры Если это утрачено В этом Надо покаяться В этом Надо покаяться В одной семье Было знаете Так Ему все некогда Было Давай ты там С детьми Помолись Давай помолись Я вот занят Он то в гараже То он еще Где-то И так далее И однажды Когда супруга И этого брата Стала молиться С детьми С сыночком Одним Он говорит Я не буду молиться Она говорит Как не будешь Не буду и все На небо не попадешь Она говорит Он говорит Попаду Почему Папа же тоже не молится А на небо попадет Знаете Тут она с мужем поговорила Вот так Дети такой вывод делают Ну это же все Очень серьезно Братья и сестры Это очень серьезно Или гости Это неправильно Когда в ущерб Духовного стояния Семьи Мы отменяем Семейный алтарь Я знал одну Такую семью Знаете Часто гости Хорошо Это неплохо Дети Вы там сами Помолитесь У нас гости Дети Давайте дети Здесь взрослые сидят Старшему сыну Так сынок Ты давай Там с ними помолись Это тебе задание Там все Знаете Пришло время Они все-все Отошли от Господа Дети И старший сын им говорит Вы что думали Они меня слушали Они вас не слушали А вы нас постоянно отсылали Вы думаете Мы там молились Я пытался что-то делать Но они меня не слушали И знаете Родители своим отношением К писанию К молитве Вот просто Вот это вложили В сердца детей Неправильно Я думаю Даже если у нас гости Это же нормально сказать Дорогие гости Мы рады Но у нас Девять часов молитва Если вы хотите быть с нами Мы будем очень рады Если вы торопитесь Благослови вас Бог Но у нас сейчас Семейная молитва Или неправильно Братья и сестры И если это нормальные Верующие люди Они же поймут это Правда же Да Это не должно быть В ущерб Духовного состояния Нашей семьи Семья Это не место Укрытия От учения Церкви Вот тут допустим Говорим Как должно быть А в семье же не видно Как мы на самом деле Поступаем И это неправильно Я скажу И знаете Вот допустим Не всегда все правильно Вот допустим Моей семье было И один момент Такой хотел поделиться Тоже Как-то так грустно было Что-то упустил Какое-то чувство Холодочек такой Да В отношениях с детьми Впереди вечеря Господня Я присвитер церкви Я собрал всю семью свою Мы так открыто поговорили Я попросил прощения Они даже удивились Для них это не был грех Но знаете Меня это осуждало Дух обличал Как-то не было достаточно Времени Не было у меня Знаете Она как бывает Почему Когда Вот всякому мужу Глава кто? Христос И когда здесь Что-то нарушено Тогда очень трудно Жене Быть под таким главой Который не подчиняется Главе Христу Это же очень тяжело Тогда Правда же? И тогда все нарушается В общем собралась Семья и сказал Дети Ради Господа У каждого так Попросил прощения Они Папа Да все Я нет детки Это было неправильно С моей стороны Простите Пожалуйста Папа Прощаем И все Так знаете Один за другим Прощаем Потом все Что-то расплакали Папа Ты нас прости Мы сами Виноваты Мы где-то В это самое Я говорю Прощай Моя жена Прощакивают Это бывает Моя жена Страшное Страшное год Случилось Через три дня На третий день Я понял Что мы с женой Абсолютно чужие люди Потеряно Разорвано Это страшно Братья и сестры Мы собрались сегодня Не просто послушать Какие-то истории О христианской семье Мы собрались для того Чтобы произошло Обновление Духовное В наших семьях Сегодня одна сестра Мне спросила После общения Утреннего А как понять Вот Иисус Навин сказал Я и дом Мы будем служить Господу Как он мог за них обещать Я сказал ей Это было решение Всей семьи Это не просто было решение Иисуса Навина Я представляю Как он собрал Семью свою Жену и детей Как он с ними говорил Как он молился И они приняли решение Все вместе Мы хотим что-то поменять Они видели Что происходит Среди народа Божьего Люди потянулись К валу К остарте И знаете Иисус Навин Принимает решение Мы будем служить Господу Это было оговорено Возможно Это надо сделать в семье Нужно это мужество Нужно смирение Нужно покаяние Нужно личное обновление Каждого члена семьи И прежде всего Главы семьи И потом Вся семья Все вместе Жить Чтобы исполнять Слово Господне Братья и сестры Давайте мы так сделаем Может это немножко сложно Но попробуем Это сделать Вот Где-то семья сидит Допустим Где-то сидят Муж с женой вместе Я правильно понял? А где-то Муж в одном углу Жена в другом углу Найдите друг друга Вот сейчас Мы будем молиться Может быть Нужно детей позвать И станьте Просто в семейном круге И если вы один пришли Значит вы один будете молиться Если вы одна пришли Одна молитесь Но если семья здесь Станьте вместе В круг Если нужно Если Дух Божий Проговорил К вашему сердцу Попросите прощения И помолитесь Друг за друга Примите решение Быть не по названию По сути По содержанию Быть на самом деле Христианской семьей Чтобы Бог там действовал Пусть Бог вас благословит Давайте мы возьмем Это время, друзья И найдите друг друга Давайте так Если где-то дети Или подростки Вы где-то находитесь Найдете своего папу А супруга найдет Своего мужа И вы просто сядьте Или станьте вместе В такой молитвенной группе Если вы одиноки Вы один молитесь Один на один Это время для молитвы Для возможности Духовного обновления И скажите Богу Что у вас недостает Где надо у него Попросите прощения Может быть Вы давно ушли От его руководства От последовательного Исполнения Жизни по Писанию Если Бог вас обличает Помолитесь Молитвой покаяния Обновите все Возьмите это время Вы можете сейчас уже Найти друг друга И давайте мы это сделаем В группах Вот в группе молите Чтобы семья Друг друга слышали Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok